Александр Макеев Александр Макеев Александр Макеев Александр Макеев Александр Макеев выдаем ее, то есть для пользователей в более удобном виде. То есть если говорить о государственных сайтах, в принципе многие знают, что есть государственные сайты по размещению закупок, где-то около двух лет, допустим, была такая проблема, как некоторые не очень честные госзаказчики, которые хотят, чтобы в их тендере поучаствовала только одна компания, и тендер больше не нашли. Они вставляли в текст тендера такие моменты, как латинские буквы, еще как-то пытались скрыть свою закупку. И поиск не мог найти. У нас в системе предусмотрено, что система находит абсолютно любую латиницу, любые пробелы, подставляет окончания. Кроме того, есть рубрикатор по отраслям, под отраслям, поэтому вы можете удобно найти интересующую вас закупку. Я достаточно хорошо представляю проблему, о которой вы говорите, потому что наша компания работала с тендерным комитетом Москвы, мы улучшали, тестировали сайт тендер Мосру, и я много общался с человеком, который этим департаментом управлял, то есть я читал законодательные документы, знаю, с чем он боролся. И в этом смысле ваша миссия – это повышать конкурентную способность, вообще конкуренцию, и в том числе то, что вы упомянули, я уже своими словами, снижать возможности для коррупции, чтобы тендеры выигрывали аффилированные компании, то есть делая этот бизнес прозрачным. Но ваш собственный бизнес состоит в том, что вы эту информацию продаете. Да, мы ее продаем, потому что, вы правильно сказали о том, что есть вот эта цель. Кроме того, цель просто информативная. На данный момент мы берем информацию более чем с 3000 источников. Если говорить только о ТендерМост, то есть возьмем, допустим, рынок Москвы, ТендерМост – это только часть тендеров закупок, которые проходят в Москве. Есть такие компании, как МТС, Билайн, Мегафон, которые закупают свою продукцию. Есть Домодедово и так далее, различные крупные структуры, которые не публикуют на ТендерМост. Наша задача – это информировать клиентов о том, что есть вот такие закупки. Кроме того, есть компании, с которыми у нас заключены эксклюзивные договора, которые только через нас, как электронный ресурс, информируют о своих закупках, но они более мелкие. Соответственно, есть информация, которую просто очень трудно найти. То есть, вы представляете себе, компания продает стулья, мебель для того, чтобы перелопатить весь интернет, сайт МТС, Билайна. Невозможно. Невозможно. Это просто у нас. Соответственно, мы настраиваем электронную рассылку нашим пользователям по их тематике, по их региону. И они, грубо говоря, приходят, директор или его зам, на работу и видят, что появился там, уважаемый Семен Андреевич, появились новые закупки по стульям, столам в вашем регионе по интересующей вас тематике. Пожалуйста, поучаствуйте. Если так резюмировать то, что сказано, мы говорим о поисковой системе по тендерам. Там информация о госзаказах и конкурсных торгах, тендерах, госконтрактах и закупках. Продается, собственно, доступ к личному кабинету для людей, которые участвуют в этих конкурсах. Совершенно верно. Не для тех, кто размещает. Нет, для размещения у нас бесплатно. Это я уточняю для того, чтобы наши зрители хорошо понимали логику бизнеса. И целевое действие в этом смысле сайта, его назначение при обработке первичного посетителя, это в том, чтобы довести его до регистрации на сайте. Да, совершенно верно. После этого запустится другой процесс. То есть, с ним будет работать менеджер, как-то конкретизирует его интересы, настроит ему рассылку, и после этого компания будет отслеживать всю информацию по их сфере деятельности. То, что происходит. Ну, соответственно, аудитория, ваша аудитория, ваши клиенты – это юридические лица. Три основные группы – это специалисты по тендерам, которые имеют опыт работы с тендерами, в этом смысле умеют искать информацию в интернете. Офисные работники, которые умеют искать информацию, но почти нет опыта работы с тендерами. И, наконец, третья группа – это сотрудники отделов сбыта на производстве. У них часто нет опыта работы с тендерами и нет опыта поиска информации. Они ищут в этом смысле по заданию начальника. То есть, руководитель поставил задачу, нужно закупить там мебель или еще какие-то вещи, найти юзубилиста. В конце концов, такие тендеры тоже бывают. Этот человек должен куда-то отправиться в интернет и что-то в этом смысле найти. Некоторые показатели сайта, которые мы видим из метрики, глубина просмотра 5,2, что говорит о том, что много, довольно много смотрят. Время – среднее 6, почти 7 минут. Источники – это прямые заходы, 41%, я так понимаю, это рассылка в основном. Это рассылка, да, и нас уже, в принципе, более-менее знают, набирают в Яндексе Бико Тендер, хоть по-русски, хоть по-английски. Ну, в Яндексе Бико Тендер – это 31%, вторая часть, поисковые запросы. Нет, там мы оптимизируемся по целевым запросам, то есть, это не именно Бико Тендер, а тендеры, тендеры Москвы, тендеры России и так далее. То есть, в принципе, при наборе этих слов наш сайт в первой десятке. Немножко поговорим о вашем портрете потребителя, который мы увидели, ну, и обсудили с вами. Сайт в большей степени мужской. Там около, как мне память не изменяет, около 70%. Тут скорее зависит от того, что у нас пока, к сожалению, может быть, может быть, где-то, может быть, к счастью, может быть, ну, скорее, к сожалению, большинство управленцев, и потому что наша аудитория, это все-таки вы правильно ее разделили, но в первую очередь это лица, принимающие решения, либо тендерные специалисты. В принципе, портрет, да, большая часть это мужчины, вот, но женщины тоже у нас есть, но мужчин немного больше, да. Ну, для меня просто всегда как-то вот очень интереснее, когда у сайта есть характер, ну, то есть, например, там, чуть больше какого-либо типа, или, например, там, доминирует один из гендеров мужчины или женщины, когда у них есть какая-то возрастная характеристика. Потому что, да, появляется чутье, ну, вот, как нужно взаимодействовать с этим человеком, как Оля пошутила, там, перекрасить в розовый цвет, ну, это как бы расхожая шутка, раз он женский, то перекрасим в розовый цвет. Нет, основной, как бы, портрет нашей аудитории, мы, как мы, мы видим, да, мы знаем ее, это действительно мужчины, это действительно мужчины от 30 до 40 лет, это специалисты из, как из Москвы, так и из регионов, но, как мы считаем, аудитория, не знаю, как бы ее назвать так, она очень хорошо разбирается в тендерах, хотя кто-то меньше, но она плохо разбирается в поиске, вот почему мы помогаем находить тендеры, именно в поиске в интернете, да, то есть, нужных сайтов и вообще нужных тендеров им. Итак, мы готовимся сейчас обсудить результат некоторого юзабилити тестирования, здесь сценарий самого тестирования, это в том, что начальник дал задачу найти каналы, новые каналы сбыта, в том числе поискать тендеры, сотрудник никогда этими тендерами раньше не занимался, ищет в гугле тендеры, заинтересовывается заголовком тендеры России и СНГ, это тайтл вашего сайта, переходит и попадает на главную страницу, в этом смысле, что конкретно он ищет, он ищет возможность найти тендер на поставку хвойного бруса, даже вот есть какие-то конкретные характеристики. Давайте посмотрим, собственно, куда он после этого попадает, он попадает на сайт и вводит какие-то параметры в поиск, это мы сейчас видим уже результаты поиска на самом сайте. И здесь мы заметили несколько проблем, первая из них это то, что нет поиска по конкретному региону, я имею в виду вот поисковая строка, которую мы видим сейчас на экране, в верхней части экрана, она предлагает там ввести слова строительства, тендер или еще что-то, но вот отдельного поля под регион здесь в этом месте нет. Да, но в расширенном поиске. Она есть в расширенном поиске, но расширенный поиск будут замечать значительно меньше, но вы вынуждаете его. То есть наше предположение, что бизнес вообще он территориально привязанный. Ну то есть мой личный опыт, сегодня с утра, как бы знакомясь с сайтом и зайдя в него, я набрал гвозди, вышел какой-то список тендеров, где гвозди нужны. Первая заявка, в которую я ткнул, она алма-атинская. Ну вот если я московский производитель гвоздей, наверное, может я не сразу так повезу в Алмату. Тут, в принципе, я хотел как раз здесь, в том числе и этот вопрос, услышать, может быть, экспертное мнение от вас. Тут мы обсуждали этот вопрос у себя в компании, выводить ли некоторые части расширенного поиска на главную страницу. Пришли к мнению, может быть, не единому, но, скажем так, может быть, большинства, того, что лучше показывать новому пользователю, что у нас есть все тендеры сразу же со всех регионов, и его об этом как бы информировать. Это показывает о том, что у нас очень много тендеров, их на данный момент 40 миллионов в системе тендеров. Но да, есть вот этот, может быть, как было высказано в компании мнение некоторых экспертов, что, возможно, это отпугнет пользователя, ввиду того, что нет уточнения сразу же по региону и по отрасли. Мне кажется, ответить на этот вопрос можно не только экспертно, но, проведя опрос пользователей вашей системы, спрашивая их простую вещь. Вот в каком регионе они живут и на какие регионы они поставляют, собственно? Нет, этот опрос у нас производился. Единственное, что мы сейчас говорим о новых пользователях. Они немного отличаются от тех людей, которые уже к нам в системе подключены, потому что процесс переговоров, подключения к системе, он достаточно не короткий. Это примерно 3-4 недели в среднем, для того, чтобы клиент решился и подключился к системе. За это время ему менеджер по работе с клиентами уже полностью объясняет, он уже знает, как искать, он уже, естественно, заходит в расширенный поиск. А вот этот ход, о чем я и сказал, он скорее маркетинговый был. То есть маркетинговый с точки зрения показать клиенту полноту базы сразу же и этим его привлечь, чтобы он зарегистрировался. Полноту базы действительно важно показать, но вы сами сказали, у вас там есть на странице указание, сколько общий, вот в правой части экрана, сколько сейчас конкурсов, сколько участников, эта информация как-то присутствует. Для меня было бы важно, мне кажется, это важно, чтобы, пока он еще не авторизован, пока он новый, чтобы, поискав тендеры по своей специфике, он сразу бы увидел что-то, что он хочет, вот эту информацию он хочет купить. То есть вы сейчас пошли по пути показать ему всю полноту, а не точность поиска. Ну, он все равно набирает свое ключевое слово. И находит Алмату. Находит Алмату, да, согласен. Лучше бы он увидел прямо вот где-то здесь, в его регионе, есть заинтересованный покупатель, и это бы мотивировало. Мне кажется, это может привести к сокращению того срока, о котором вы говорите, что переговоры по подключению длятся несколько недель. Если человек замотивирован, он прямо вот чувствует, он пропускает тендер, по сути дела, тогда он, конечно же, будет веселее в этих разговорах участвовать. Здесь вот именно этот срок, мне кажется, не особо сократится, потому что после первого звонка пользователю настраивается бесплатная электронная рассылка, которая имеет некоторые ограничения. То есть, пользователь получает вот эту рассылку уже, за которую он потом платит деньги, уже сразу же с первого дня начинает получать на электронную почту. Он видит тендеры уже только из своего региона, он видит тендеры по своей тематике, но не видит только контактные данные заказчика, который объявил эту закупку. Но мы сейчас ведь говорим, мы на одно целевое действие сконцентрировались, это подключиться к системе, то есть, именно оставить вам заявку, зарегистрироваться. Поэтому то, что будет потом, он может не знать, не догадываться, нам это будет трудно ему транслировать. Но кажется, что если мы хотим его мотивировать именно из маркетинговых соображений, кажется, нужно показать ему точное предложение. Там вот с этой региональностью есть еще проблемы. То есть, с одной стороны, есть список регионов, это отдельная некоторая опция, но заходя в них, он не может пользоваться поиском. То есть, они противоречат друг другу. А вот так, чтобы локализовать поиск, только через расширенный, в расширенном много полей, и он, к сожалению, не запоминает своих параметров. То есть, как только человек сходит со страницы расширенного поиска, он должен будет эту форму обрабатывать заново. Поэтому, ну, кажется, здесь есть в этом смысле над чем поработать. Можно большую идею предложить. Многие сайты делают автоматическое определение региона с возможностью его смены. То есть, я вот захожу, могу сказать, ваш регион Москва, подтвердить, после этого можно все то же самое выдавать, просто отсортированный сначала Москва. Будет 65 тысяч тендеров найдено, ради бога, но Москва идет в начале, раз я из Москвы. А если я из Алматы, значит, сначала Алмата, а потом все остальные. Хотя бы сортировка за счет региона. Подтверждение или автоматическое обрегиона, как это сделано в Яндексе, например, да, это минутная ситуация. На это все согласятся пользователи, никто не скажет, не, не хочу рассказывать, где я тут свяжу. И в этом случае у сайта будет больше информации о потребителе, и сразу можно будет ему показывать то, что нужно. Отсюда возрастает релевантность ответа, и увеличивается желание его добыть эту важную информацию. Потому что если ему сейчас вот предложили совсем не то, то ее не хочется за нее платить. Она хочет платить за информацию, которая нужна, а ее нужно показать в первую очередь. Следующий клик может произвести только там 10% от первых. Ну, лучше, конечно, автоматически. Мне кажется, лично я по сайтам всяких купонов и так далее, они часто выдают вот такие запросы. Мне вот, например, пока я не доверяю сайту, не знаю, что это за сайт, не хочется даже указывать свой регион. Вот у меня так, я не знаю, как у тех, кто, насколько это важно человеку, да, насколько он хочет попасть на этот сайт. Но я могла бы испугаться, что это какой-то сбор информации обо мне, что это такое. Я просто зашла посмотреть еще. Вот, женский взгляд. Если у вас паранойя, то не знаешь, что вас никто не преследует. Следующая вещь, с которой сталкивается пользователь, это, собственно, представление тендера в списке, в результате поиска. И здесь недостаточно информативна она. То есть, с одной стороны, пользователь тратит много времени на считывание информации вот с этого сниппета, да, но и говорят при этом, что ее мало. Что именно? Они опять говорят про регион. Ну, то есть, вот вспоминаем эту историю с Алма-Атой, да. Только нужно кликнуть вот в этот элемент поиска, чтобы узнать, к какому региону она в этом смысле принадлежит. Это может вызывать разочарование. Мы не хотели бы, чтобы пользователь кривился и говорил, тут не та информация, которая мне нужна. То есть, я в этом смысле очень поддерживаю Андрея, в том, чтобы показать именно то, что вот сейчас вот горит и нужно бежать. Я думаю, это выход, да. Просто поднимать. Мы, в принципе, у нас частично это работает. У нас, мы изменили где-то около четырех лет назад, у нас просто выдавалось, да, то есть для новых пользователей, тендеры вместе с архивом. Мы убрали архив вниз, и он в самом-самом низу, то есть сейчас вверху только актуальный. Ну, вот с регионом, в принципе, чтобы определялось, автоматически выдавалось вверх, мне кажется, это хорошая идея. Пользователи отмечали непонятность некоторых полей, например, ссылка начала показа, ну, им не ясно, что именно будет происходить по нажатию. Ну, и здесь наши специалисты предлагают, что нужно добавить туда регион тендера, цену срока окончания, чтобы была понятна срочность. Это, кстати говоря, раз мы сегодня упоминали social proof, это же мы в том числе чельди не вспоминаем, психологию манипуляции. Когда вы показываете, что срок ограничен, это значительно придает ускорение потребителю, он понимает, что у него не вечность впереди, ему нужно торопиться. Да, ну, на самом деле у нас указано, начало окончания тендера, просто действительно не указано, что это тендера. То есть, тот период, когда будет действовать эта заявка. Обсудили это. Теперь, когда он, собственно, добрался до формы регистрации, он там не может получить контактную информацию на сайте, поскольку ее-то вы как раз продаете в этом бизнесе, то, добравшись до нее, он сталкивается с необходимостью зарегистрироваться в системе. И здесь такие поля, как логин и логин, например, не указано, что это поле обязательное. Вот вы видите, заявка достаточно большая, и от этого пользователи сомневаются вообще, им нужно ли вводить, не нужно. То есть, какое-то размышление формы средней длины, ни большая, ни маленькая, но они не понимают назначение. На самом деле, логин и пароль, если говорить, то мы его сделали не обязательно, буквально где-то с регистрацией вообще своя история. То есть, мы постоянно изменяем, пытаемся как-то подстроить, пытаемся, чтобы больше их приходило, но в то же время нельзя уменьшать количество полей. То есть, тут ту же контактную информацию, то есть, телефон, e-mail нам нужен в любом случае. Вот, логин и пароль раньше были обязательным полем. Мы, в принципе, система научилась генерировать логин и пароль самостоятельно, поэтому мы и убрать их вроде бы не можем полностью, потому что это какая-то придает, по нашему мнению, серьезность сайту. Но и обязательным решили его не делать. Может быть, это ошибка, я в принципе не знаю. Но пользователи теряются. Что происходит, если не ввести ему автоматически, присылать логин и пароль? Да, да. Если не вводится логин и пароль, то система сама генерирует их и отсылается на почту данные, отсылается кто менеджер и данные для входа в систему. Вот. Но они не обязательны. Здесь трудный вопрос, потому что, с одной стороны, кажется, что можно было бы от логина избавиться, потому что есть обязательно e-mail, а это достаточно уникальная информация. Но, с другой стороны, привязка к e-mail приведет к тому, что это же будет e-mail конкретного сотрудника. Сотрудник может уволиться. И как он будет передавать в любом B2B бизнесе, важно сделать лояльную компанию, а не только конкретного сотрудника. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, пароль, он тоже может забрать, логин и пароль сотрудник тоже можно забрать с собой. То есть, какое-то восстановление. Если это речь идет о корпоративном e-mail, то компания никакого труда не составит. Замените. Контактный e-mail смеет нам от другого ничего. Оказательно, вообще, форма регистрации, ну, всем известно, что люди не любят регистрироваться нигде. Вот. Поэтому я бы, например, вообще убрал все необязательные поля отсюда и оставил бы их как заполнение профиля. Тогда вы сразу получите себе пользователя зарегистрированного, у которого будет возможность на следующем этапе заполнить свой профиль. То есть, для регистрации ему достаточно компания, фио, телефон, e-mail. Все. Хоп. Я зарегистрировался. И потом ему говорят, спасибо за регистрацию, заполните ваш профиль. Тогда, если он поленился это сделать, вы уже имеете его контакт. А кто-то поленится, вот я уже бы не стал заполнить эту форму. Слишком она большая. Ради того, чтобы узнать, может быть или нет, там есть брус, который мне нужен, то слишком много для меня информации. Это была задача, по-моему, продать или нет? Продать. Продать. В данном случае первый этап – это получить контакт, которому потом продать. Получить контакт можно, не знаю, ее адрес, ведь некоторые это и не заполняют, да, так лучше не показывать. Потом, если надо, на следующем этапе можно сразу же, следующим этапом, после зарегистрироваться, сказать, а теперь давайте заполним профиль. Кто-то захочет. Либо плюсиком, может быть, развернуть эти необязательные прямо здесь. Как вы считаете, если указать только обязательные, они же еще плюсиком выпадающие. Если вы хотите, заполняйте. Нет. Просто после регистрации вообще мало кто запомнит. Мало кто запомнит. Мало кто запомнит. Зачем это, да. Когда человек нажмет на кнопку зарегистрироваться, он будет ждать отклика от системы. Он хочет понять, все ли успешно прошло. В этот момент его внимание еще сконцентрировано. И если там ему скажут, что вы зарегистрировались, а теперь заполните дополнительную информацию, оно довольно активно будет запомнить. Можно не говорить, что вы зарегистрировались. Можно зарегистрироваться, он говорит. Следующая экранная форма, которая содержит дополнительные поля, и там еще раз кнопочка зарегистрироваться. Он не будет знать, что его уже зарегистрировали на предыдущем этапе. Ну, это, как мы говорим, манипуляция людьми это требуется. С подтверждением регистрации на сайте есть проблема. В том смысле, что сайт сообщает, что вы уже зарегистрировались, но и вроде бы можно уже начинать работать. То есть, только что я создал логин-пароль, то есть, я могу войти в систему. Но система не пускает. Она ждет чего-то. Подтверждение, одобрение заявки. То есть, менеджер должен поставить. А в тексте этого, поскольку не указано, то люди начинают делать как раз то, о чем вы их просите не делать. Вот предпоследняя фраза. Просим не создавать дубли заявок на регистрацию. Но они же это делают, потому что не понимают. Да. А может быть, неправильно, не запомнил свой собственный логин-пароль. То есть, идут эти дубли. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно переписать это сообщение, чтобы он не дезинформировал человека. Что заявка получена, наши менеджеры сейчас ее рассматривают. Она будет одобрена, мы об этом вам сообщим. Ну, я немножко не то, что не соглашусь. Мы знаем это. Но мы решили пойти по другой системе, более сложной. Поэтому это будет сделано в течение месяца. Мы решили дать после регистрации, человек будет попадать в свой личный кабинет, и он уже сможет пользоваться. И мы решили, наоборот, ему дать возможность, а не переписать сообщение проще. Мы решили, наоборот, направить человека в личный кабинет, где он уже сможет ознакомиться со всеми тарифами и сможет начать поиск по тендерам, именно зарегистрированным. То есть мы, как мне кажется, еще дальше шаг пытаемся сделать. Дальше он просто более технологичный, но просто когда вы его сделаете, я не знаю. Может быть, это прямо завтра произойдет. Но прямо сегодня можно текст поправить, чтобы люди чуть лучше себя чувствовали, и вам не создавали бы головной боли в виде дублей, на которые ваши менеджеры будут неэффективно в этом смысле реагировать. Безусловно, было бы идеальным его пропускать внутрь. Я просто пытаюсь мыслить минимальными превращениями, поскольку не знаю, насколько вы вообще готовы что-либо менять. Но если продолжать эту идею дальше, то попав в личный кабинет, я думаю, то, что я знаю, что менеджеры же дальше настраивают для него рассылку, и эту работу можно отчасти отдать самому пользователю, чтобы он повыбирал эти параметры. И тогда вы снимете в этом смысле нагрузку с менеджера. То есть останется только теперь оформить сами отношения и взять с него денег. Кстати, деньги онлайн вы не берете. То есть это какие-то договора, счета? Это договор, счет, да. То есть безналичный расчет, как запокупу стульев, наверное. Пару идей, просто тяжело удержаться. Первая идея, например, мы видим, что если мы не требуем на первом этапе, например, отрасль, то уже никакого мотива ее потом добавлять нет. Ну, можно было бы, ну, это требует, естественно, технических моментов, но это выглядело бы красиво. Когда он идет и что-нибудь ищет, и в результатах поиска просит его уточнить свою отрасль, например, да, или мы видим, что он туда заходит, то могло бы быть, ну, как бы, мини-блачок, который спрашивал, вы выбрали эту отрасль, привязать ее к вашему личному кабинету? Да, и все это, да, как бы, он уже сделал этот шаг, он уже заинтересовался хвойными там, мертвыми деревьями и готов кликнуть на то, чтобы, да, именно этот отрасль лесопроизводства меня интересует. И автоматически это идет прописка в его личный кабинет. И еще одна идея, не знаю, сработает ли она или нет, но я бы на вашем месте поэкспериментировал. Я сам иногда попадаю в ситуацию, когда я вижу сайт, который есть нужная мне информация, но она стоит денег. И, как бы, ад, который мне предстоит, связанный с тем, что нужно заключать договора, согласовать и так далее, он очень тяжелый. И я не уверен, что мне понравится потом, после этого, да. Поэтому, если вы уверены, что понравится, я бы предложил человеку тут же послать смс за 50 рублей и вот на 2 часа получить доступ. Познакомиться с нами за 50 рублей. Может быть, вы за 50 рублей соберете гораздо больше денег, чем в будущем. Это я не знаю, вы сами порешайте. Но вот получить моментальный эффект сейчас, прямо сейчас, даже пускай за деньги, ну, нет, ну, бесплатно, может быть, не хочется. Надо приучать людей к тому, что информация стоит денег, да. Но вот послать смс, вы могли бы таким образом собрать. Сотрудник этой компании 50 рублей за себя сам заплатит, чтобы понять, идти ли вообще с этой всей кучей информации к начальнику, убеждать его, что нужно заплатить деньги, абонентское обслуживание, чтобы участвовать здесь. Это такой трилл, да, то есть. Вот Microsoft Office есть, можно за 80 долларов купить, а можно за 2 доллара трилл. На короткий период. Но эта идея требует какого-то финансового перепланирования, понимания. Нет, я просто, если хотите, чтобы прокомментировал, я прокомментирую. Я не согласен с этой идеей, она, в принципе, у нас поднималась, естественно. Вопрос тут вообще в отправке смс. То есть мы позиционируем себя как серьезный тендерный портал, и мы позиционируем себя как работа с клиентами всерьез и надолго. Тут сам фактор взымания денег за отправленную смс для нас, ну, это как-то вот, это там рингтоны, извините, да, за выражение, за сравнение. То есть рингтоны там, может быть, скачивают за смс, то есть у нас серьезные системы, у нас, ну, не наш это метод, не наш это путь, не в деньгах дело, да, то есть в самом подходе. И как раз вот то, что вы сказали про договор, мы, наоборот, склонны к тому, чтобы человек осознанно заключал договор, там изложены все условия, изложены там моменты, в чем плюсы и возврат денег. То есть мы нацелены как раз на серьезного пользователя. Правка смс, ну, это как-то более не наша целевая аудитория. Этот вопрос отрагивает общую, не знаю, философию компании, ее позиционирование, безусловно. Я хотел бы, чтобы мы как-то резюмировали, что вы будете делать. Ну, то есть вы сами сказали, что вы собираетесь решить главную проблему, на которую указывают наши сотрудники, о том, что невозможность сразу же авторизоваться, она очень сбивает мотивацию человека, он не понимает, что происходит, с сайта уйдет. Потом, конечно, он получит сообщение от менеджера, поскольку контактные данные остались, но уже будет какой-то осадок. Ну, то есть вот что-то было с компанией не так, поэтому эту проблему нужно решить, и вы собираетесь ее решить. Да. А вот то, что касалось тех вещей, которые мы с вами обсуждали, вопросы с регионами. Да, региональная привязка, я думаю, в принципе, это тоже дело одного-двух дней. У нас работает отдел программистов, который, в принципе, может это исправить. По моему мнению, очень интересное предложение, плюс предложение по регистрации, которое можно сейчас уже, то есть сегодня же поменять, то есть опять же с этими необязательными полями, либо их убрать совсем, потому что такое подозрение, в принципе, было, либо сделать их разворачиваемыми, либо заполнением после факта самой нажатия кнопки. Вот. Ну, в целом, то есть если опять же коснуться, что мы будем делать, я немножко раскрою секрет, у нас прямо сейчас идет редизайн сайта. То есть дизайн уже почти завершен, сейчас только идет верстка нового дизайна сайта, и там вот эти моменты предусмотрены, но вот частично что-то не было предусмотрено. Поэтому мы сюда пришли, в том числе, чтобы внести окончательные изменения в тот обновленный дизайн, который мы, надеюсь, запустим до середины июля. Задачи уже ближайшие вам ясны, вы их сами себе запланировали, а я, пользуясь той фразой, который тот пас, который подал Андрей, хотел вспомнить историю того, как одноклассники набрали, собственно, свою контактную базу. Там был некоторый такой ход, к которому непонятно, как отнестись, то есть на грани фола. Ты ищешь своего одноклассника, но проходя через тебя все время, мотивирует рассказывать о себе, а не о твоем однокласснике. В какой школе ты учился, в какие годы, и в конце, когда ты попадаешь, собственно, вот сейчас ты мог бы его увидеть, тебе говорят, ну что, зарегистрируйся. То есть вся эта информация оседает в системе, то есть это собрать информацию до регистрации. Мне кажется, у вас тоже есть повод для таких размышлений, то, что Андрей говорил, что он пользовался расширенным поиском, он указывал отрасль, в которой он работает, услуги, которые он оказывает, может быть, да. Эту информацию очень важно не растерять, накопить ее, и тогда человек, когда подходит к экрану, собственно, во-первых, вы настраиваете поиск под него, вы сразу показываете ему те тендеры, которые, предположительно, именно его интересуют. И тогда после регистрации он нас обогащает этими данными. И просто даже такой образуется вау-фактор, когда он нажимает, вау-эффект, когда он нажимает регистрацию и видит, что некоторые поля уже заполнены, исходя из истории его поиска. Ну, это как позаботились, то есть не надо ничего выбирать. Это всегда приятный ощущение. Виктор Савойченко, который настраивает на такой вот лояльный лад самих клиентов. Хорошо. Если меня слышит студия, мы готовы послушать Виктора Савойченко. Может, у него есть какие-то предложения по поисковой оптимизации? Да, Дмитрий, сейчас у нас Виктор будет на связи. Буквально 20 секунд, и он расскажет все, что думает. Пока мы ждем эти 20 секунд, вообще каково Ваше отношение с поисковыми системами? Это же основной канал, через который Вы получаете. Да, мы рекламируемся в контекстной рекламе. Кроме этого, активно оптимизируем сейчас свой сайт. Единственное, немножко сбавили обороты, опять же, из-за того, что планируется редизайн сайта, и он немножко просядет. То есть, мы где-то притормозили именно вложение денег в дальнейшую оптимизацию. Ну, а в целом, активно работаем, я считаю, очень активно работаем в этом направлении. И 90% клиентов… В низшивых рынках ведь не так сложно быть первым. Я имею в виду, что из-за не очень большой информационной конкуренции… Нет, я не согласен с вами. Конкуренция очень велика. Есть ряд компаний, более мелких, чем мы. Есть пару, помимо нас, естественно, основных игроков на этом рынке. Поэтому конкуренция по запросу, допустим, там, тендер, тендеры очень велика. Очень велика. Она сопоставима даже… Я просто немножко с рекламой работал, да. Она сопоставима по ценовой категории, если брать контекстную рекламу, с мебелью. И там окнами, пластиками, которые, думаю, знаете, что это просто… Один из самых конкурентных рынков – это пластиковые окна. Да, один из самых конкурентных запросов. То есть, слово «тендеры» набирают там более 40 тысяч человек в месяц. Тем для нас будет интереснее послушать Виктора Саводченко, который готов уже… Можно один вопрос, что у меня так мучает с самого начала, не было момента его задать. Платят за контакты тех, кто размещает тендер, а те, кто размещает тендер, они это делают бесплатно. Да, так я понимаю. Да, да. Это было интересно. Спасибо. Итак, мы хотим увидеть Виктора. Сайт очень большой, очень хороший. В индексе присутствует миллион страниц. Это уже говорят о масштабах данного сайта, данного проекта. Соответственно, основная масса страниц на данном сайте – это страницы конечных тендеров. Здесь мы сталкиваемся с такой же проблемой, которая была на сайте с мебельной тематикой. Когда мы переходим на тендер, мы видим, опять же, страничку конечного тендера. Соответственно, опять же, нет ни навигации, ни какого-то поиска. В общем, отсутствует структура дизайна. В принципе, это тоже очень пугает и, по моему мнению, ошарашивает пользователя. Также на данной странице присутствуют кнопки поделиться Яндекс, но они в каком-то странном месте расположены. Нужно пользователю прокручивать, их искать. В идеале они должны располагаться где-то в верхней части, чтобы пользователю, если это интересно, он сразу бы поделился с кем-то. Вот, посмотрим код данной товарной карточки. Вот я взял другую. Вот, тендер Мурманской области. Здесь мы видим сразу, что бросается в глаза, это огромный тайтл. Плюс этот же тайтл дублируется в Description и в Keywords. В принципе, в этом ничего критичного нет, кроме Keywords. Keywords для поисковки уже, так сказать, тег старый, поиски его практически не используют и только смотрят на него, я бы сказал, даже с более отрицательной стороны, потому что обычно издавнопринято, что туда заносят ключевые слова, следовательно, по данным ключевым словам данная страница продвигается. Поэтому поисковая система видит эти слова и обращает на них больше внимания. Если их перенасыщено, то уже это считается как поисковый спам и пессимизируется данная страница. Дальше, в принципе, на товарной карточке можно обратить внимание на тег заголовка H3. Ну вот, как бы заголовки все у нас начинаются с H1, поэтому в идеале нужно выстроить правильную структуру H1, H2, H3. Следующее использование заголовков H3 на странице идет как оформление каких-то блоков, можно посмотреть на странице, допустим, прилагаемая документация. В принципе, можно так использовать, но нежелательно, потому что заголовки H1, H3, H6 – это текстовые заголовки, их лучше использовать в тексте. Остальное, как бы, оформление на сайте лучше применять в стиле CSS. Также непонятно на сайте использование большого количества тегов noindex. Бывает, встречается, просто открывается, закрывается тег. Бывает то, что там блоки ссылок. Noindex – это тег для текста. И неиндексацию ссылочки он никак не запретит. Поэтому, если вы хотите, чтобы какая-то ссылка не индексировалась, лучше выносить в JavaScript, выносить во внешний файл и подгружать уже посредством JavaScript. Перейдем дальше. Было замечено то, что сайт не очень хорошо аранжируется по регионам. Допустим, тендеры Мурманской области, тендеры, допустим, на различных областей. В прианализе было, допустим, тендеры Мурманской области на 30-м месте. Проанализировав конкурентов, которые стоят вместе на первых местах, было видно то, что на них фигурирует огромное количество вхождений города. Ну, вот они подсвечены, можно посмотреть поближе. Мурманск, Мурманск, Мурманской области. И снизу практически на всех сайтах, которые стоят в топе, очень хорошая вещь, по моему мнению, это классификация тендеров в данной области по типам промышленности, по направлениям. Смотрим, как бы это вот раз сайт, смотрим второй сайт, здесь снизу мы тоже видим Мурманской области, подсвечены непосредственно Яндексом. То бишь, он это воспринимает и учитывает как ключевое слово. Поэтому стоит задуматься о выводе на страницах, так сказать, областей подобной ссылочки. Потому что, как было видно, то, что в поиске все это присутствует в расширенном, есть возможность отсортировать и по областям, и по типам, так сказать, направлениям. Поэтому, по моему мнению, это хороший вариант. И те люди, которые ищут тендеры в Мурманской области, они увидят непосредственно практически множество направлений, по которым на сайте также представлены тендеры. В принципе, наверное, все. Что-то еще можно добавить. Бросается в глаза то, что на главной странице как раз отсутствует выбор, быстрый выбор, наверное, тендеров по категориям. По областям как бы присутствует весь, а по категориям приходится… Ну, я с первого раза даже не понял, как это делать. А, вот еще замечание. На сайте УРЛы сделаны в виде кириллических надписей. В принципе, тут ничего критичного, но если пользователь будет делиться данным УРЛом, то вот, ссылка будет как выглядеть. Поэтому это не может не везде корректно отражаться. Если пользователь хочет в своем блоге разместить или с кем-то, может не сработать. И, соответственно, ссылка уйдет на четвертую страницу, и вес ее будет потерян. Поэтому я бы, так сказать, сделал бы человеческое ЧПУ латиницей. Наверное, все, спасибо. Если есть вопросы, слушаю. Ну, это как бы вопрос к Виктору и к Александру. В связи с чем человек может делиться вашей информацией в социальных сетях или отправлять другу, коллегу, коллеге? Хороший откат. Хороший откат. Нет, в принципе… Ты туда статкат размещаешь в Фейсбуке. В принципе, он может поделиться со своим начальником в Фейсбуке. Очень часто, когда в одном отделе могут находиться начальник, то есть подчиненные, и он ему сбросил ссылку. Кроме этого, может быть, его партнер по бизнесу. Вот, но не согласен, да, вот в этой части именно с анализом, потому что все-таки вы правильный вопрос задали, количество поделившихся не так много в нашей специфике. Поэтому эти кнопочки, они внизу, они второстепенные. Если ты хочешь, поделись. Но в основном, то есть люди ищут для себя тендеры. Поэтому кнопочки эти не так заметны. Они скорее показывают то, что мы знаем, мы в курсе, что вот такой момент можно делиться, но на них сильный упор не делается. Очень, кстати, важный момент. У нас они тоже стоят, но пока в тестовом таком варианте. Просто тем, как Яндекс это оценивает. То, что тот, у кого нет кнопочки поделиться, ну как бы нет и нет, да. А тот, у кого есть, они смотрят. И если эта кнопка есть и реально никто не делится, как бы, да, этим, это может быть скорее как даже отрицательный фактор, чем положительный. Потому что в нашей сфере тоже навряд ли кто-то делится. Суперстул увидел, да, поделился этой нерозницей. И вот вопрос вообще о надобности. Я не знаю, насколько это… Не было бы такой ужин. Я не уверен, что это негативный фактор именно для поисковой выдачи, то есть что они делятся. Вот. По кирилите сразу, да, хотел такой момент, в принципе, и задать, может быть, в чем-то вопрос, потому что он у нас возникал. То есть объясню, как происходило. У нас было сделано вот это кириллическое. Правильно, неправильно, может быть неправильно. Но сайт уже оптимизирован, сайт выходит по большому количеству запросов. И, соответственно, когда мы… То есть это было сделано еще до того, когда у нас был сформирован свой отдел SEO отдельный. После того, как мы его сформировали, то есть наши специалисты сказали, что да, это не хорошо, может быть, не очень хорошо, вернее. Точно так же, как выразился ваш коллега. Но если мы сейчас поменяем на латынь, то сайт может рухнуть по этим запросам. То есть его уже приняли поисковые системы кириллицей, поэтому менять, мой вопрос, что из двух зол лучше, да. То есть опять же я услышал, что в принципе это не очень, но не так плохо. То же самое, как и от своих коллег. Но есть вариант, что если мы сейчас поменяем на латынь, сайт просядет. Ну здесь я бы просто, может быть, на вашем месте бы уделил бы некоторое внимание вопросу, а каков вообще социальный потенциал у материала, который вы продаете, насколько он социализируем, да. Кажется, что нет. Вот так вот интуитивно. Что если я нашел тендер, который как раз про мою компанию, разве я буду об этом орать на всех углах, создавать повышенную конкуренцию, ажиотаж? Я думаю, что сейчас очень модно орать на всех углах о тендерах, о том, как главврач больницы Ахтюбинска закупает себе лексу за 8 миллионов рублей. Вот такие тендеры вполне могут быть ссылками распространяющимися. И для таких можно было бы отдельные страницы прямо делать, чтобы они промотировали тебя. Ну для этого мы сейчас блок пытаемся завести у себя как раз для таких вот шутливых и не очень, может быть, смешных, но именно коррупционных тендерах. Хвойный брус с дуплом для белки. Да, можно было бы так. Чтобы... Смешно. Чтобы закончить на какой-то шутке, я расскажу, что много лет назад я тестировал сайт знакомств, и на профиле девушки была кнопка «Послать другу». Мужчины смеялись. То есть разработчики сделали, но почему бы не послать ее другу, да? Но люди, заинтересованные в знакомствах, когда на нее смотрели, они изумлялись. То есть какой целью я должен воспользоваться... Там внизу была еще галочка, можно поставить, внутри торта. Внутри торта. Но это тогда другой сервис. Спасибо, Виктор. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо, Виктор. Спасибо, Виктор.